Вечный огонь сегодня воспринимается нами как неотъемлемая часть монумента, посвященного Великой Победе. Каждый день имя него проходят тысячи людей, при этом не задумываясь, почему именно негаснущее пламя является символом памяти о погибших. Поддержание вечного огня у монументов, мемориалов, могил и других сакральных мест пришло к нам из античности, когда жрецы различных культов зажигали священное пламя. Сегодня эта традиция распространена по всему миру. В большинстве крупных городов России Вечный огонь горит как память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны. В нашей стране по-настоящему вечный, негаснущий огонь появился после победы в Великой Отечественной войне. Сначала на Марсовом поле в Ленинграде, а затем на могиле неизвестного солдата у стен Кремля в Москве. Ну а в нашем городе Вечный огонь был зажжен на открытии мемориала, посвященного Победе в мае 1975 года. Зажженный от Вечного огня на могиле неизвестного солдата, на военных машинах он был доставлен в Рязань из Москвы. С тех пор он гаснет лишь тогда, когда проводятся ежегодные профилактические работы. Горелка Вечного огня на Площади Победы имеет особую конструкцию. Она была произведена на одном из московских заводов по чертежам рязанских газовиков. Сложная система устройства газового оборудования позволяет сохранять пламя при любых погодных условиях в том виде, в котором оно было перенесено сюда в 1975 году. По традиции, работы по техническому обслуживанию в этом году в ночь с 3 на 4 мая провели высококвалифицированные слесари аварийно-диспетчерской службы «Рязань Горгаз». На время проведения работ пламя с мемориалов было перенесено в специальный фонарь. Затем газовики очистили элементы оборудования, которые накапливают копость в процессе горения. Удалили из чаш посторонний мусор, а также настроили горелки, чтобы Вечный огонь сохранял оранжевый цвет пламени и был виден в любых погодных условиях. Ну а работа по благоустройству и сохранению этого памятного места в должном порядке ведется на протяжении всего года. Мы убираем мусор из-под Вечного огня. Очень часто случаи, когда в самой звезде Вечного огня попадаются монеты, сигареты, ну и мусор, который летит по улице, в том числе листва. В эти предпраздничные дни к Вечному огню почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны приходят представители различных общественных организаций, а также делегации от рязанских школ. Каждый год мы ходим сюда, возлагаем цветы. Первоклассники уже возложили с утра, а мы вот после уроков пришли со старшими более детьми. Если самые маленькие рязанцы пока еще не до конца понимают смысл всего этого действия, то старшие ребята осознают всю важность сохранения памяти о погибших предках и участвуют в подобных акциях, по их словам, не для галочки. Для галочки это никакого патриотизма. Патриотизм нужно развивать в нашей стране, потому что есть такая цитата, если забыть старую войну, начнется новая. И уже в юном возрасте они понимают всю важность такого символа, как вечный огонь. Это память о том, что наша великая страна смогла победить фашизм. Правда, по словам работников дирекции благоустройства, слова зачастую расходятся с действиями. Культуры мало в нашем городе, хочу сказать вам честно. Если обратите внимание, на ступенях вот уже сегодняшние свежие надписи, рисунки детские мелком появились. Были случаи сожжения венков на вечном огне. Очень часто цветочки рвут, кидают что-нибудь в вечный огонь. Остается надеяться, что в преддверии Великого праздника рязанцы будут вести себя более сознательно. Хотя память о погибших воинах нужно чтить не только в праздничные дни, но и на протяжении всего года.